Добрый день дорогие друзья, сегодня я сделаю небольшой обзор на нож под названием Coyote. Значит изготовитель данного ножа город Хорсма, общая длина варьируется от 262 до 282 миллиметров, длина клинка от 130 до 150 миллиметров, это какие варианты бывают в исполнении ножа Coyote. Длина рукояти 119 до 139 миллиметров, толщина обуха от 2 до 2 и 4 миллиметров, ширина клинка от 22 до 32 миллиметров. Значит данный нож, параметры в котором он исполнен, рукоять 119 миллиметров, сам клинок 130 миллиметров. Вот если будет видно, значит написано ворсма, маркировочка на нем, сталь 95 на 18, русский нож, это фильм. Значит сталь признана для ножа оптимальной, так как из этой стали промышленности изготавливаются подшипники, осевые конструкции, втулки. Но самое лучшее применение этой стали нашлось для ножи, так как она к различным средам, нержавеющая сталь. Вот этот нож был приобретен в магазине Охотник в нашем городе, цену я уже не помню. Довольно таки удобный нож в руке, рукоять, вот у меня выше среднего рука, вы можете видеть как обхват происходит в рукояти. Значит сам клинок из стали, вставка латунная и здесь наборная ручка. Вот, все это дело затягивается под шестигранник. Применял я его в принципе как и на охоты брал, но кроме как обдирать зайца на такую какую-то большую дичь, я как бы его не использовал. Еще брал с собой на собирание грибов, тихая охота. Очень хорошо он себя зарекомендовал, причем я резал на тот момент ледяные грибы, это был декабрь месяц, как кусок льда. То есть получается я мог и сломать и клинок, и все. Значит в описании к нему я нашел такую информацию, погуглив, что не рекомендуется производить им броски и удары в виде как топора. Так как все-таки сталь это более-менее такая хрупкая. По заточке значит, заточен он, в принципе я его сам подводил. Ну, не настолько профессионально, чтобы показывать насколько бумагу режет. Ну, в средней, сейчас он режет бумагу. Поэтому Отличный нож. По весу значит, если так смотреть его баланс, то все-таки ручка тяжелее клинка. Ну, в охоте могу сказать, что очень удобно. Ручка такая, знаете, если рука потеет, то все это дело не скользит и хорошо в руке держится. Вот. Единственный минус, это от сырости у меня со временем. Бывали моменты, что латунь покрывалась как бы зеленым налетом, как и любая медь, так и слез. Ну, это все легко чистится, все. Вот сталь, в принципе, нигде не прожарела, нигде ничего. Поэтому очень доволен я этим ножом. Если какая-то информация будет у вас о нем, то я буду рад услышать, как хорошие отзывы, как не очень. В принципе, правда всегда интересно. Поэтому оставляйте свои комментарии ниже видео. Мне будет интересно какую-то получить информацию более подробную. Ножны изготовлены из кожи, довольно-таки толстые. В принципе, хорошо он в ней фиксируется. Выпадать, то есть вот он держится на ремне. Вариантов, чтобы он выпал, такого, в принципе, никогда не случалось. Довольно-таки плотно сидит ножник. Ножны исполнены в виде оленя в лесу. Довольно-таки красивые. Как-то так. Хороший нож. Для охотника. Поэтому, в принципе, рекомендую. Цена его, я так, насколько помню, что не сильно дорогая. То есть, по цене это средний нож. Ну, как и на рыбалку, так и на охоту. В принципе, для приготовления каких-то блюд. Очень удобен. Лезвие не такое толстое, чтобы производить нарезку овощей или мяса. Поэтому оставляйте свои комментарии. И до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok